Приветствую вас! Давайте мы с вами немножечко подумаем. Когда человек влюбляется, когда человек, ага, значит, любит, когда человек испытывает вот это вот чувство любви, он, ну, наверное, если это любовь здоровая, он любит именно живого человека. Совсем любит человека, который существует в реальном времени, в настоящем времени. Вот. А если вы хотите влюбить мужчину в себя, то совершенно очевидно, что от вас потребуются какие-то действия, да, от вас потребуются какие-то изменения, вот, и если эти изменения будут сделаны не искренне, а, например, только ради того, чтобы мужчина влюбился в вас, допустим, вот, то в таком случае вы очень сильно рискуете, вы рискуете, что он увидит, увидит вас настоящую рано или поздно, вот. Вот. Он увидит вас настоящую, и то, какая вы есть на самом деле, да, ему может не понравиться, ну, просто, например, потому что он знает, что вы его обманывали. Вот. Или у вас, или начнутся ссоры между вами в силу того, что он будет вам предъявлять претензии в плане того, что вы не такая, как раньше, все поменялось и так далее. Вот. А что я хочу таким образом сказать? Я хочу сказать, что те действия, которые вы хотите сделать сейчас, да, чтобы влюбить в себя мужчину, вот такие действия, какие делаете вы, да, делают, в принципе, очень многие люди сами, без, собственно, ну, без психологов делают люди. Вот. И, вы знаете, я могу сказать, что не делают это счастливыми ни их, ни пары, для которой они это делают. Потому что, если изменения происходят не по желанию человека, да, если изменения происходят искусственно, если человек подстраивается, например, под другого для того, чтобы привлечь внимание этого самого другого, то свои желания таким образом человек обесценивает, так или иначе. И это вынуждает того, кто подстраивается, ну, в данном случае это, например, может быть вы, да, в данном случае это может быть вы, допустим. Вынуждает того, кто подстраивается, проявляет свои желания всё более и более, ну, скажем так, активно, да, всё более и более, скажем так, настойчиво. Вот. И по итогу возникает такая ситуация, что люди понимают, что они вообще изначально не с кем были в отношениях, а с кем они вступали изначально в отношениях. Это неприятно, это тяжело всегда, практически всегда, это очень, очень тяжело. Вот. Но, по большому счёту история, она заключается именно в этом, ну, вот. Это я сейчас, причём не беру в расчёт ещё и тот факт, да, что мужчина является для вас, ну, скажем так, некой такой ценностью. Судя по всему, да, судя по тому, что вы вот, значит, пишете, да, мужчина является для вас ещё и некой ценностью, вот. Вот. И вы почему-то хотите влюбить в себя именно его, вот. То есть, я думаю, что вам нужно этот момент для себя обязательно понять. То есть, почему вы именно его хотите влюбить в себя, да, вот. Для чего вы хотите его влюбить в себя конкретно? А зачем вам это нужно, влюблять его в себя? Что вам это даст, если вы его в себя влюбите? Понимаете? Вот. То есть, это вот такие очень важные моменты, на которые вам, ну, в любом, ну, так или иначе нужно будет ответить. Потому что любовь, это не та история, когда можно, значит, просто пытаться вот человека как-то, значит, ну, подчинить, да, или там, как-то ещё что-то сделать. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что если вы отдадите себе отчёт в том, ну, вот, собственно, чего именно вы хотите, да, и почему вы этого хотите конкретно, вот. То вам будет, конечно, гораздо лучше в этой ситуации, вам будет гораздо комфортней. Вот. Ну, а здесь, соответственно, можно говорить и говорить, конечно, о том, да, можно говорить о том, что, вот, чтобы человека как бы влюбить, да, в себя, чтобы влюбить человека в себя, вам нужно, нужно, соответственно, соответственно, просто вести, вести себя с ним, так, как вы, ну, как вы знаете, ему нравится, да, то есть, ну, то, что ему по душе, по душе, короче говоря, вот. То есть, вы знаете, какой он мужчина, вы знаете, что ему нравится, вы знаете, что его, как бы устраивает, вы знаете, что ему интересно, вы знаете, какая женщина ему нужна, вы это всё прекрасно знаете. И, соответственно, если мы говорим, да, если мы говорим, говорим об этом, если мы говорим об этом, вот, что мне кажется, кажется, что вы сами знаете, как себя вести. Вот. Вот. Мне кажется, вы и сами отдаёте себе отчёт, в том, что вам нужно сделать. Вот. 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 Но это не сложно будет для вас. Да, это будет не сложно, на самом деле. Вот. Для вас это будет не трудно. Вот. Вот. Мне так, вот, кажется, бас, вот, потому что, ну вот, по факту так, по крайней мере, будет. Вот. Вот. Понимаете? Вот. Вот. По факту будет такая история. И мне кажется, что вы сами найдёте, вы сами найдёте ответ на свой вопрос. Вы сами найдёте ответ на него. Вот. Вот. Понимаете? Но проблема это не решит. как мне видится. По крайней мере. Вот. Мне, мне так, мне так видится, мне так видится, что это не личные проблемы ваши. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться ко мне в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Чтобы ответить вам на ваш вопрос прямо, то есть, что конкретно нужно, как себя вести, всё такое, нужно получить от вас психологический портрет мужчины. Психологический портрет мужчины. Психологический портрет этого человека, чтобы понять, как вам себя вести. То есть, универсального волшебного рецепта здесь нет, потому что нет двух одинаковых людей. Вот. Если вы не считаете, что ваш мужчина типичный, то и подход к нему нужен тоже нетипичный. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Психологический портрет убийца.